Не менее резонансным стал законопроект Александра Крупадерова. Депутат предложил изменить процедуру выборов глав муниципальных образований, проводя только один тур, и победителя в нем определять по простому большинству голосов. Поддержали ли такую инициативу, узнаем далее. Согласно законопроекту, второй и последующие туры выборов станут не нужны. Победителем будет признаваться кандидат, набравший в первом туре простое большинство голосов. Это, в свою очередь, по мнению депутата, поможет сэкономить деньги, которые тратятся на предвыборную кампанию. Надоело. Понимаете, надоело нам заниматься без конца выборами. Одни заканчиваются, потом опять два, тур второй начинается. Мне говорят, а вот президента избирают в двух турах, а вот губернатора там в двух турах. Ну давайте не будем сравнивать. Выборы в муниципальном образовании, где 3000 человек, и мы их проводим в два тура, и там неизвестно, что у нас происходит. И выборы президента. Однако, с такой точкой зрения, многие депутаты не согласны. По их мнению, законопроект нарушает конституционные нормы. А кроме того, позволит легче побеждать кандидатам от партии власти, усложнив тем самым жизнь оппозиции. Это же глава, это не депутат, который реализует себя потом через коллективный орган, совет или думу. А это глава, который, как правильно было сказано, обладает правом исполнителя-распорядителя функции. Это значит, он берет на себя всю ответственность. И если за него проголосует в первом туре 10-15%, это нелегитимная власть. Несмотря на жестокие дебаты, законопроект все же приняли в первом, втором и окончательном чтении. Так что сентябрьские выборы, которые пройдут сразу в нескольких муниципалитетах, будут проводиться уже по-новому. Субтитры создавал DimaTorzok